Всем привет, друзья, и с наступающим Новым годом! Если же вы нас смотрите 1 января или 2-го, тогда, во-первых, большое вам респект, а во-вторых, с наступившим 2018-м. Это программа про ремонт. Мы возвращаемся на один из наших незавершенных объектов, но для начала анонс этого выпуска. А сегодня мы тестируем подоконники премиум-класса, чистим мягкую мебель, также узнаем, где в нашем городе есть все необходимое для ремонта, разберемся с интернет-платформами по продаже и покупке тех или иных товаров или услуг и получим небольшую консультацию юриста. Вот он тот самый объект, на котором я, наверное, появляюсь чаще, чем прораб. И знаете, на сегодняшний день я вполне себе даже доволен. Во-первых, появились конструкции из гипсокартона и некоторые мелочи, которые не сразу заметны глазу. Например, вот такой суперпрочный подоконник. Но об этом в следующей рубрике, вот прямо сейчас, после заставки. До установки нового подоконника здесь был вот такой обычный деревянный от застройщика. Зато на его место пришел вот такой красивый глянцевый красавец. И о нем подробнее прямо сейчас. Говорят, что придумано в Германии, отличается надежностью и стилем. Наш подоконник разработан и изготовлен по немецким технологиям. Будем проверять. Производитель этого подоконника обещает, что прослужит он многие десятки лет. Останется очень долго в таком же первозданном виде. И мы сейчас это проверим. Первый краш-тест – это проверка посудой. Несмотря на все мои старания, этот белый глянцевый подоконник остался точно таким же, каким был сначала. Второй краш-тест. Материал, которым покрыт этот подоконник, обладает просто чудесными свойствами. Уверяют, что на нем не остается никаких загрязнений. Даже от вот таких вещей. Проверим. Итак, пробуем стереть обычной сухой тряпкой без применения каких-либо средств. Да ладно! Как видите, не осталось и следа. Та же ситуация будет и с другими загрязнителями. Если непродолжительное время на этот подоконник воздействуют горячие предметы, с ним также должно остаться все хорошо. Вот сейчас и проверим. Да, наконец-то он начал плавиться, но скажу вам по ощущениям, примерно секунде на 15-й. Ну, таким результатом может похвастаться да ничто. От долгого воздействия огнем у нас, конечно, попортился немного внешний вид, но это не беда. Все три теста пройдены на ура. Остался последний. Это тест на ударопрочность. Погнали! Первым делом мы решили проехать по нашему образцу легковым автомобилем. С этим заданием материал справился она отлично. Но что, если вы захотите устроить танцы на подоконнике? Ну вот и все, ребята. В новогодние праздники на таком подоконнике лучше, конечно же, не танцевать, но то, что он вас выдержит, это 100%. Более того, он остался практически в неизменном виде. Все это подоконники премиум класса Данке. В нашем городе торговый дом Герметик является официальным представителем компании. А находится он на Карло Маркса 18, офис 330. Дизайн проект гласит быть здесь, этой стене. Кто помнит, мы совсем недавно снесли здесь стену, которая была изначально. А все для того, чтобы, во-первых, расширить вот это пространство кухонное, во-вторых, этого вполне достаточно, чтобы вот там вдоль окна расположилось спальное место. То есть двухметровый человек, там вместится это точно. Так что все здесь будет хорошо, как и в следующей рубрике. Когда мы затеяли переделку в доме, конечно, первым встает вопрос, с чего начать и что нам для этого пригодится. Сегодня мы решили сделать вашу ремонтную жизнь чуточку проще и предоставим вам небольшую инструкцию по выбору необходимых материалов. В первую очередь посоветую не переживать. Ремонт – дело страшное, дело глобальное, дело объемное. Но мы вам поможем, мы вам подскажем. У нас есть все группы товара, необходимые для ремонта. Это касается и смесителей для ванной комнаты, для кухни. Это касается запорной арматуры, тепловодонагревателей. Причем тепловодонагреватели у нас очень хорошего качества, проверенные жизнью, проверенные производителем. Так что с таким приобретением на неожиданное отключение горячей воды можно будет отреагировать быстро и эффективно. А мы тем временем продолжаем нашу экскурсию по строительному магазину. Подготовительная часть ремонта начинается с сухих смесей. Вам понадобятся штукатурки, шпаклевки, цемент, ЦПС. Также необходимы изоляционные материалы для шума, пара, изоляции. Для возведения стен потребуются гипсовые, строительные плиты и профили. Все это в магазинах вы найдете в большом ассортименте. Останется только выбрать то, что необходимо именно вам. Для ремонта вам потребуется метизная группа товаров. В магазине имеется все, что для этого нужно. Дюпеля, гвоздики, гвозди строительные, шурупы, болты, гаечки. Все, что необходимо для вашего ремонта. Поверьте, с таким ассортиментом проблем с крепежом вы точно не заметите. Свет для жизни очень важен. В каждом доме имеется множество осветительных приборов. Для каждого из них вы сможете подобрать лампочки нужного размера, цвета и мощности. Есть также лампочки с высокой степенью защиты от влаги до IP65. Они подходят для ванных комнат. Все необходимое для строительства и ремонта вы найдете в новом большом магазине стройматериалов под торговой маркой BMS. Возможно, доставка материалов на дом в удобное для вас время. Для покупателей на авто прямо перед входом оборудована парковка. В преддверии Нового года магазин дарит подарки и предлагает участвовать в розыгрыше призов от торгового центра «Лидер». БМС Кони Вадин. Напоминаю, мы находимся все на той же квартире студии, которая недавно еще была маленькой, но уютной однокомнатной квартирой. Работы с гипсокартоном здесь, как видите, проделано очень много. Полностью мы закрыли эту стену, в том числе и в зоне кухни. Тем самым выровняли стену и у нас появилась возможность закрыть вот эту батарею. Кроме того, мы сделали потолок, но это еще не все. Пройдемте в другую сторону. В этой части у нас появилась вот такая конструкция. По следам на полу видно, что здесь раньше была стена и это был коридор. Теперь же это огромная просто гардеробная и стала она большой за счет того, что там снесли еще часть стены. Но и это еще не все. Пройдемте там кое-что интересное. Вот тут в этой части программы у нас рубрика, а как я вас подловил. Класс, да? В Новый год мы все хотим вступить со свежими мыслями, новыми мечтами и чистой квартирой. Но если об основной уборке мы задумываемся, то о том, что наша мебель тоже хочет быть чистой, порой забываем. И что мы здесь имеем? Грязный диван со старым пятном. Сейчас будем эту ситуацию исправлять. Так как со всей этой новогодней суетой дел и так не в проворот, мы решили не мудрить с народными средствами и передать эту проблему в умелые руки профессионалов клининговой компании. Сегодня на квартире у нас химчистка двух диванов. Один диван текстильная поверхность, у другого дивана кожаная поверхность. И для такой, можно сказать, комбинированной чистки мы выбрали аквачистку и универсальный способ чистка экстрактором. Мы наносим моющий раствор на поверхность, обрабатываем его щеткой и смываем ополаскивателем. В своей работе мы используем экологически чистые средства, безопасные. Они безопасны как для животных, так и для людей. Но все-таки помните, если пятно на мебели застарелое, если оно от каких-то фруктов или напитков, если вы раньше пытались вывести его какими-либо подручными средствами, чудо может не произойти и пятно останется. Поэтому в случае неприятных ситуаций лучше сразу обращаться к специалистам, которые уберут все быстро и качественно. Для большей наглядности мы решили провести небольшой эксперимент и показать вам эффект до-после, скажем так, без монтажа, сразу на одном пуфике. Как мы видим, эта часть то, что было, эта часть то, что стало. Тут даже оказались белые цветочки и вообще, в принципе, пуф изменил свой цвет, поэтому вы можете сами поочию во всем убедиться. Однако, согласитесь, чистым свой дом хочется видеть и после новогодних каникул. И здесь тоже есть интересная статистика. Наибольший пик заказов у нас, конечно, это перед праздниками. И, как ни странно, после праздников, потому что после застольей каких-то очень много остается грязи как на мебели, так и на ковровых покрытиях. Да и в целом генеральные уборки после праздников мы часто выполняем. Наведите чистоту в своем доме вместе с клининговой компанией «Апельсин». Химчистка мягкой мебели, ковров и ковровых покрытий, генеральная и послестроительная уборка, мытье остеклений и клининговые услуги для организации. «Апельсин» 4370-06-4370-09. На этом объекте сейчас нет строителей-отделочников, потому что ребята ждут, когда мы сюда доставим плитку. Мы же, в свою очередь, решили это сделать немного иным для нас путем. Заказать через интернет. И об этом следующая рубрика. Сегодня, чтобы купить фрезерный станок или продать, например, кухонный гарнитур, вам не надо далеко ехать на авторынок или ярмарку. Достаточно просто сидя на диване взять смартфон, ведь именно на мобильные телефоны приходится большинство интернет-трафика. Что нужно сделать? Да ничего особенного. Берете телефон, качаете приложение, выкладываете свое объявление, и вот ваш продукт уже был разослан потенциальным покупателем. Сидите и ждете. Но мы проверим, мы ведь любим все проверять. Сейчас мы пробежимся по офисному зданию, что-нибудь пофотографируем и что-нибудь у них продадим. Давайте попробуем. Слушайте, а можно у вас Шреддер сфотографировать? Мне нравится, хочу такой же для примера показать. Да, конечно. Спасибо большое. Есть. Посмотрим, что у нас здесь. Так. Камера. Товары мы прорекламировали, а что насчет услуг? Мне кажется, что в сегменте B2B это более чем актуально, поэтому выложим нашего оператора. Ну а сейчас мы разместим все эти объявления и посмотрим, что у нас получится. Важно точно указать рубрику вашего объявления, чтобы вы смогли быстро получать запросы предложений от потенциальных покупателей. Добавляем фотографию и вот пошел обратный отчет. Нам понадобилось буквально две минуты, чтобы все три объявления оказались доступными для пользователей. Но и это еще не все. Вот та самая функция, о которой мы говорили. Представим, что я невероятно важная личность, и мне просто необходима охрана или кухонный комбайн. Нет, остановимся на охране. Много охраны за немного денег. Создаем рассылку и теперь все. Кто размещал объявления о продаже подобных товаров, а в данном случае услуг, получат уведомления о моей потребности и могут сразу связаться со мной. Все это, внимание, абсолютно бесплатно. Я предприниматель. И чтобы разрекламировать свой бизнес, я использую разные каналы продаж. Все усложняется тем, что я рекламирую товар для таких же бизнесменов, как я. В этом мне помогает мобильное приложение, с помощью которого я попадаю как раз в нужную целевую аудиторию. Приложение с Багри вы можете скачать, не потратив ни копейки. Оно готово помогать вам и вашему бизнесу. Скачивайте приложение в App Store и Google Play, а также заходите на официальный сайт sbagri.rf Кстати, раз уж мы заговорили о покупке через интернет и о доставке, здесь будут не лишними и некоторые юридические тонкости. Пойдемте. Дистанционная продажа товаров Дистанционная продажа товаров на территории Российской Федерации регламентироваться Гражданским кодексом Российской Федерации правилами дистанционной продажи товаров, а также законом о защите прав потребителей. Безусловно, имеются определенные риски. Прежде всего, они связаны с тем, что можно получить товар ненадлежащего качества. Также можно получить не тот товар, который заказывал покупатель. Можно попасться на уловки фирм-одногневок и потерять свои деньги. Как себя обезопасить? Прежде всего, необходимо обращаться к надежным и проверенным интернет-магазинам. Нужно обращать внимание на сайты продавцов. Соответственно, на них должна быть размещена полная информация о продавце. По способам оплаты лучший способ приобретения товаров – это наличными денежными средствами. После получения товара его внимательно осмотреть, если он соответствует всем заявленным требованиям, оплачивать этот товар. Покупатель, безусловно, имеет право вернуть товар даже надлежащего качества, но который не подходит покупателю в течение 7 дней с момента его получения. В случае, если продавец не уведомил в письменной форме покупателя по порядке возврата, то покупатель вправе вернуть товар в течение 3 месяцев с момента его получения. Распространены случаи приобретения товара в социальных сетях. Здесь, безусловно, большие риски. В случае, если вы не получили товар, либо получили товар неналежащего качества, либо, не получив товар, перечислив деньги, продавец вообще не выходит на связь, тогда необходимо обращаться в органы полиции, представив подтверждающие документы, в частности, те же чеки о перечислении денежных средств и сохраненные копии переписки с продавцом. За юридическую консультацию программа «Про ремонт» благодарит компанию «Дзукаев», «Глотов» и «Партнеры». Без выходных ситуаций не бывает, если обратиться к профессионалам. Квалифицированные адвокатские услуги. Защита по сложным уголовным делам. Улица Московская, 116. Вот и все на сегодня. Вот и все на этот год. В следующем году мы вам покажем, как будем строить каркасный дом в деревне Сергеева. Будем строить дом из пеноблоков в Садаках. К концу января завершим ремонт в квартире «Холостяка». Кроме того, покажем вам результат ремонта того объекта, на котором были сегодня. Ну, вроде все назвал. В любом случае, хватит ремонтов на этот год. Увидимся с вами в будущем, как всегда, по средам в 2020. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова